Всем привет! С вами Мария Еременко и вы находитесь на канале онлайн-технологии в образовании. И сегодня мы продолжим работу с приложением iSpring Suite и поработаем уже над видами тестов, которые можно там создать. Покажу, как делать каждый тест, и мы встроим готовый тест в конструктор Mesh. Поехали! Итак, для того, чтобы перейти в наш конструктор iSpring Suite, мы кликаем на него просто два раза, нажимаем тест, нажимаем новый тест. И именно сегодня мы будем работать с видами вопросов. И я покажу, как оформить, как настроить свойства и как изменить то, что нам нужно, убрать то, что не нужно. В общем, все покажу, все, что знаем. И сейчас мы с вами открыли наш iSpring Suite, именно тесты, и будем работать. Первое, куда я захожу, это в свойства. В свойства здесь я выбираю 16 на 9 и здесь пишу название теста. Далее, здесь есть функция ограничить тест по времени. В оценивании теста мы можем настроить по проходному баллу или поставить, что этот тест не будет оценен. Оценивать тест в процентах или в баллах. И проходной балл здесь также можно установить. Например, это либо 85 можно, но оставим 80%. Далее, свойства вопросов. Можно здесь настроить, чтобы был один балл за правильный ответ. Штрафы за неправильный можно дать, можно не давать. Уменьшать балл за вопрос при каждой попытке. Применять штрафы для неотвеченных вопросов. Ограничения можно поставить. Опять, ограничение времени на ответ. Перемешивать варианты ответов. Принимать частично верные ответы. Тоже на эту галочку поставил. Разрешить пропускать анкетные вопросы. Далее, показывать обратную связь для оценивания невоимых вопросов. Показывать обратную связь для анкетных вопросов. И здесь можно изменить в графах верно, неверно, частично верно. Здесь я всегда меняю. Это мы не будем трогать. Далее, список вопросов. Здесь вопросы из всех групп, вопросы из нескольких случайных групп, вопросы из выбранных групп. Здесь можно создавать отвертанную еще и группу вопросов, и они оттуда могут быть выдернуты просто. Это я не буду трогать. И отправлять отчет модератору. То есть, если вы делаете тест для своей компании или делаете тест для своих детей, которых вы конкретно по имену знаете, а не в общий доступ, то, конечно, есть смысл здесь оставить свою электронную почту. И тогда у вас будет собираться статистика по тестам, которые будут проходить обучающиеся. Нажимаем «Сохранить». И все наши настройки были сохранены. Давайте разберем каждый вопрос сегодня по отдельности. И начнем по порядку. Выбор одного ответа. Выбор одного ответа предполагает из себя вопрос и один вариант ответа. Я буду по ходу выбирать какое-нибудь подходящее задание. Пишу в первой графе задание и варианты ответа. Если вариант вопроса нам не нужен, нажимаем крестик. Также к каждому вопросу можно добавить картинку, видео, фрагмент или аудио. К ответу можно добавить только картинку. Здесь в свойствах слайда можно настроить, как оценивается вопрос. Либо он оценивается, либо это анкетный вопрос. Иногда это тоже нужно. Обратная связь. Здесь я обычно ничего не трогаю. Можно, опять-таки, ограничить здесь время ответа, если вам это нужно. И внизу, в нижнем правом углу, вы видите, как выглядит этот слайд на обычном слайде в PowerPoint. Отлично. Первый вопрос мы создали, и мы можем перейти во вкладку «Слайды». Вкладка «Данные» отображает ваши тесты. Здесь вы можете добавлять новые вопросы во вкладке «Слайды». Вы этого делать не можете. Вы, естественно, можете только посмотреть наглядно и настроить дизайн. Сразу рекомендую, если вдруг вы делаете однотипные вопросы. Вот, например, я знаю, что у меня на эту тему будет сейчас 10 вопросов. И я хочу, чтобы это все выглядело одинаково. То есть и бэкграунд, чтобы был одинаковый, и... Ну, соответственно, весь стиль был одинаковый. То есть вы изменили, например, вот здесь размер. Вы изменили там... Сейчас мы подложим подложечку какую-нибудь. То есть, соответственно, все это может быть... Делаем в 24-м, чтобы было крупно, например. Я хочу сейчас сделать бэкграунд. Я заранее подготовила картинку. Иду в рисунок и загружаем фон. Картинка прогружается. Мы ее можем, соответственно, растянуть, естественно, чтобы у нас не было белых этих полот. Далее я меняю расположение. Мы перемещаем все это дело назад. И текст у нас не видно. Давайте сделаем такую подложку. Мне нравится делать формами. Можно просто, в принципе, цвет изменить, если вы этого хотите. И можно сделать немножко по-другому. Давайте вот ответ сделаем на такой подложке. Добавляем вставка, фигура. Я люблю прямоугольник с закругленными формами. Далее я делаю форму немножечко меньше. Укладываю на вопрос. И нам нужно заливку сделать, например. Делаю. Контур. Нет контура. И я хочу все это делать назад. Так, но это слишком белое. Давайте сделаем полупрозрачным. Нажимаем на нашу фигуру. Правую кнопку мыши и формат фигуры. И здесь есть такая функция цвет прозрачности. Да, прозрачность. Ну, можем сделать, чтобы чуть-чуть у нас пальмы были видны. И так будет замечательно смотреться. Так, выравниваем. Ну, как получится у нас. Можем сделать поменьше. Можем сделать, оставить побольше. Я обычно делаю и задания, и сам вопрос. Вот в таком вот варианте, чтобы они читабельны были. Нажимаем переместить назад. Текст у нас остался белый. Белый некрасиво. Давайте вернем черный. Все. Ну, и, соответственно, вот здесь на изображении с левой стороны видно, как будет отображаться наш вопрос. Я бы сделала вот так. Еще надо упорядочить. Переместить назад. Вот, так выглядит, мне кажется, более читабельно. То есть у нас как вопрос, да, и потом идет ответ. В чем прелесть этой всей настройки сейчас? Если вы хотите, чтобы настройки нашего слайда сохранились с данным типом вопроса, нажимаем правую кнопку мыши, нажимаем дублировать, и у нас сохраняется вся стилизация. Здесь мы пишем новый вопрос и напишем ответ. Выбираем правильный вариант ответа. И, соответственно, если мы вернемся на слайды, то, как вы видите, здесь у нас стилизация сохранилась, да, но вопрос сам поменялся. И также мы работаем со всеми остальными слайдами, если вам нужны вопросы в одном стиле и в одном типе. Ну, соответственно, этот тип был выбор одного ответа. Давайте сделаем вопрос с выбором нескольких ответов. Как вы видите, слайд опять стал белым, то есть нам придется вновь настраивать всю стилизацию этого вопроса, но он у нас сохранится в этом одном тесте. То есть вы в одном тесте можете делать разные виды вопросов здесь и сохранять потом это, и запускать, загружать в Mesh, и когда у вас все будет работать. И давайте с множественным выбором. Ну, тут уже можно вопрос с множественным выбором. Я тут вам пример уже приведен. То есть вы можете, в принципе, ничего даже не менять, чтобы посмотреть, как выглядит данный вопрос. Да, здесь написано «Выберите один или несколько вариантов», и, соответственно, тут уже варианты у вас будут отображаться. Можно выбрать два правильных варианта, и, соответственно, так все и будет у вас работать. Ну, давайте напишем вопрос. Так, выберите. Все, вот у нас появился наш вопрос. Соответственно, стилизуем мы его тут так же. Меняем шрифт, как в PowerPoint, то есть делаем его адаптивным под наше восприятие, то, как нам нравится, и меняем все абсолютно спокойно, как в PowerPoint. Если есть вопросы по PowerPoint, то и вообще, если есть потребность в PowerPoint, и как в нем работать, как настраивать там все, по поводу анимации я помню, то пишите в комментариях, я с удовольствием сниму видео, которые вам важны и актуальны. Идем дальше. Создаем вопрос «Верно-неверно». Вот тут все просто. Выберите верное утверждение. И у вас здесь верно и неверно. Выбираем правильный ответ, и у вас получается такой вопрос. Мы создали вопрос «Верно-неверно». Собака мяукает. Выбрали «неверно», потому что это не так. И идем дальше. Краткий ответ. Чтобы сделать краткий ответ, вы задаете здесь вопрос. Напишите. Ну, естественно, это должен быть вопрос с четким ответом на ваш вопрос. Потому что если этот вопрос будет размытым, то этот вопрос вы делаете анкетным. И тогда здесь просто напишите свое имя. И будете писать свое имя. Далее. Создаем вопрос числовой. То же самое. Тут можно какое-то уравнение вставить. Пример. «Равно-между-больше-чем». То есть вот такие функции здесь есть. И тут уже вставим цифры. И добавлять можно различные условия. Следующий вопрос. Создаем последовательность. Здесь можно создавать последовательность. Например, расположить в нужном порядке слова в предложении. Все знают эту фразу. И, соответственно, вот в таком порядке она должна выглядеть у нас в тесте. Вопросы. Далее идет вопрос на соответствие. Вопрос на соответствие – это на соотнесение элементов друг с другом. Следующее задание – это заполнить пропуски. Заполнить пропуски тоже все достаточно просто. Выбираем там «hello», «who is it me looking for?», пишем «hello», пишем «ответ», «I am a teacher». Если вам нужен второй пропуск, «he», «he», «he» пишем «is», «it» и «четыре». Если у вас в пропуске несколько правильных вариантов ответа, такое тоже бывает. Например, в Кембридже очень часто, что можно краткий ответ дать, можно полный, можно разные разновидности, то здесь можно добавить просто вариант. И, соответственно, здесь у меня нет вариантов, но вообще по факту можно добавить столько вариантов правильных, сколько вы считаете нужным, и тогда каждый вариант будет считаться правильным. То есть, это задание работает именно в таком ключе. Далее, выбрать из списка. Здесь мы уже делаем, конечно, например, «hello», то же самое, да? И здесь пишем, например, «I», здесь уже «he», он с маленькой середины предложения, и «she». «hello», там, «I am a teacher». Ну, соответственно, тут желательно пробел поставить. Все, я учитель, и каждый раз, когда вам… Ну, тут можно несколько предложений, да, сколько угодно можно писать текста. Каждый раз, когда вам нужен пропуск, вы просто его нажимаете «вставить пропуск», и у вас появляется такое окошко, куда вы вносите свои варианты. Ахиши, вот как это сделала я. Далее, вопрос идет «перетаскивание слов». Перетаскивание слов. Здесь можно написать предложение, вытащить оттуда слова, ну, и, соответственно, написать. Так, «I», давайте. «I am». Написано слово. «I am». «Am». Здесь будет «teacher». «teacher». Знаете, «I work and school». И поставим точку. А внизу мы добавляем слова, которые могут быть лишними, например. Ну, и так вот оставим. Вопрос будет выглядеть вот таким образом. Ну, мы сейчас посмотрим, как будут выглядеть все вопросы. Далее у нас идет «выбор области». Сюда можно загрузить абсолютно любое изображение. И здесь можно выбрать тип области. Например, вот «авальчик». Я выберу вот такой базовый. И здесь будет, например, номер. Напишу. «Базовый уровень». Здесь мы напишем «выбери базовый уровень». Все, вопрос создали. То есть, этот вопрос... Все, вопрос создали. То есть, этот вопрос у нас теперь будет именно таким образом вот отображаться. Ну, этого кружочка видно не будет. Опять-таки мы сейчас посмотрим, как это будет. Далее, «перетаскивание объектов». Здесь несколько фигур в режиме «слайды». Затем делайте их перетаскиваем в режиме «данные». Переходим на режим «слайды». Добавляем наши рисунки. Вот, уменьшаем. Корзинку я углирую. И здесь я хочу... Во-первых, я сделаю помидорчик и вперед. Яблочко поменьше тоже и вперед. Далее. Я хочу подписать эти корзины, чтобы у нас не путались. Вставка, надпись. Здесь напишем. «Фрукты». И сделаем копию. Компроцент, компробуем. Овощи. Все. Здесь мы сделали. Эти объекты мы с вами делаем. Возвращаемся в данные. Выберите, что перетащить. Итак, мы берем... У нас два рисунка. И берем яблоко. И перетаскиваем в рисунок 1. Он у нас тут подсвечивался, как вы видели. Помидор. Мы перетаскиваем в рисунок 4. Все. И у нас вот таким образом будет работать данное приложение. Сейчас покажу, как это выглядит. Это последний вопрос. Это шкала Ликкерта. Здесь мы можем собрать данные. Так. И последний вопрос. Это эссе. Эссе – это открытый вопрос. Здесь просто мы выбираем задание любое абсолютно, которое у нас предполагает ответ в открытой форме. Наш тест готов. Как вы понимаете, этот тест состоит из 15 слайдов с различными видами заданий. И в конце у нас слайды есть вот такая вот финальная завершающая стадия, в которой нам рассказывают о том, что мы прошли тест, что мы набрали столько-то баллов и проходной балл такой. С правой стороны вы видите вот такое меню. Здесь мы можем с вами настроить слайд. Можно выбрать без результатов. Можно выбрать не отображать слайд. Можно выбрать слайд с результатами. Ну, я оставляю слайд с результатами. Оставляю показывать набранные баллы. Проходные баллы я обычно выбираю. И разрешить просмотр теста я обычно оставляю. Также можно настроить, разрешить просмотр отчета. Да, это тоже можно оставить. Но я еще обычно оставляю, если вдруг ребенок тест не прошел. Одну попытку на прохождение теста еще раз. Тогда появляется вот эта кнопка «Повторить тест». И тест мы с вами, ну, ребенок повторяет. Здесь также можно вот эту вот часть просто удалить. И тогда будет показан только процент за тест. А теперь давайте посмотрим, как это выглядит. Тест публикуется. И вот таким образом выглядит наш тест. Также можно посмотреть на различных гаджетах, как будет выглядеть тот или иной слайд. Давайте здесь выберем. Ну, да, и тут нам сразу показывается правильный и неправильный ответ. Далее. I enjoy the book. Выберите млекопитающих. О, это эти слайды мы с вами не украшали. Собака не украет. Но их также можно стилизовать. И видите ответ. Ну, тут нужно понимать, да, что там должны быть цифры, значит, там должен быть какой-то пример. А вот он, этот вариант с порядком. Поставьте по порядку. Далее. Составьте элементы. Кошка. Нуся. Собака. Тузик. Ответить. Заполните пропуски. I. Can't hear this. Ответить. Здесь выберем правильный вариант ответа. Здесь выбираем из представленных. Здесь мы написали. Далее. Здесь вот слова. Также появились два слова, которые мы с вами добавляли. Вот они. Это лишние слова. I am a teacher. I work at school. Пошел вам ответить. Далее. Выберите правильную область. Как вы видите, здесь область не выделена. Поэтому я просто кликаю вот сюда. Ставлю вот такую. Ну, она автоматически появляется, куда бы я ни поставила. Второй раз нажимаем и удаляем. Нажимаем ответить. Все. Я в нее попала. Соответственно, мне показывают, что я правильно ответила. И расставьте объект. И вот сюда я ставлю яблочко. И вот сюда я ставлю помидорчик. И все у нас работает. Здесь мы ставим. А, здесь я сделала неправильно. Я такой вопрос ранее не делала. Как вы оцените прочитанную книгу? Да, и здесь вот можно было выбрать список книг. И вот здесь можно было либо задать какие-то вопросы. Да, согласен, не согласен, полностью согласен. Ну, кому-то это нужно для сбора статистики, данных, информации. Вот такой вопрос. Ну, и рассказ в форме эссе. Расскажите, как вы провели лето. Это, скорее всего, эффективно делать учителям, которые оставляют фидбэк все-таки со своей почты, которые работают со своими детьми напрямую. Здесь тогда вы будете получать результаты ответов детей на почту. А так, естественно, вам нужно будет просить, если вы будете загружать в мэш, вам нужно будет просить детей либо скриншот сделать, либо вы сами будете подходить и фотографировать, что они там понаписали. Все, нажимаем ответить. Да, и нам пишут, что мы не прошли тест, набрали 77%, надо 80%. И я могу посмотреть тест. Почему-то нам не разрешили пройти тест повторно, и это очень печально. Так, закрываю, и почему-то очень странно, но нам не разрешили. Обычно эта кнопка есть, и она работает. Вот таким образом мы создали тест. Как вы видите, можно создавать любое количество вопросов, любых типов, мешать их, как вам удобно, и оформлять, естественно, как вам больше нравится. Чтобы загрузить теперь наше творение в мэш, мы идем к публикации, выбираем СДО. Здесь мы выбираем, давайте я пишу, чтобы не путаться, документы. Ну, окей, пусть это будет так, опубликовываем. И нам говорят, что мы молодцы, мы все опубликовали. Теперь давайте перейдем в наш мэш. Мы перешли в библиотеку мэш. Сейчас мы идем добавить материал, приложение. И здесь пишем название приложения. Ну, мы напишем YouTube. Описание напишем, ну, описание, да, то есть этот тест тренирует навыки ребят по, там, грамматике, лексике и так далее. Далее мы пишем тип теста викторины. Выбираем класс, выбираем предмет, выбираем тему обязательно. Ну, я не буду там много выбирать. Далее я обязательно пишу теги. Это прям must have. Тег пишется легко, просто пишется тема. Например, это животное, там, кошка. И нажимаю добавить. Все, кошка появляется. То есть вы какие-то прям самые яркие теги, слова, по которым вас можно найти в мэше. Вы сюда пишите, тогда ваш материал будет находиться. Нажимаем создать. Заходим загрузить новую версию. Выбрать zip. А у нас сохранился документ. К вызову от YouTube. Желаем сохранить. Он у нас грузится. И у нас с вами, да, время, чтобы он был опубликовать. Пойдет с кнопочкой. Она появится либо здесь, либо в истории версии. Можно нажать где угодно. Мы версию опубликовываем. И можем посмотреть, запустить, как она у нас выглядит. И вот он наш тест. Здесь неправильно был вариант ответа, но это не важно. Я просто показывала вам динамику, как это все работает. Все. И все то, что мы с вами видели, вот оно вот здесь работает. И нажимаем отправить на модерацию. Если вы хотите добавить еще и обложку к тесту, если вы хотите добавить еще и обложку к приложению, нажимаем редактировать. Загрузить обложку. Выбираем любую картинку, которую мы подготовили. Желаем сохранить, посмотреть. И у нас вот ваша картинка встает вместо обложки. И теперь каждый раз, когда вы будете искать какие-то материалы, вот у вас этот помидор будет на главной странице. Но, как вы помните, когда мы ищем приложение учителя, да, то есть картинки вот эти особо никто не видит. Только если вот через каталог, прям конкретно искать приложение, только тогда здесь видны обложки. Ну, видите, особо там никто не старается сделать как-то красиво. Мне нравится, когда все-таки как-то стильно видна тема. И можно кликнуть и понять, что это, ага, это вот так вот. Это про животных. Хоп, можно даже не читать название. Ну, таким образом. На этом все, мои дорогие коллеги. Если у вас возникли вопросы по созданию тестов Vice Spring Suite 9, пишите, пожалуйста, в комментариях. Пишите на моем сайте. Я всегда вам отвечаю. И благодарю вас за теплые отзывы и за слова поддержки в развитии канала. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А пока, пока.